США полностью поддерживают НАТО. Об этом после встречи с Дональдом Трампом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Также лидеры государств сказали, будут работать над соглашением о торговых связях, заключить его в национальных интересах обеих стран. Говоря об Украине, Тереза Мэй заявила, санкции против России должны оставаться в силе до тех пор, пока Москва не выполнит минские соглашения. А Дональд Трамп отметил, пока рано говорить о смягчении или снятии ограничительных мер с Кремля. Ранее источники в администрации президента США сообщали, что проект указа, направленный на снятие ограничительных мер, уже подготовлен. Власти Перу и Колумбии готовы оказать поддержку Мексике, которая столкнулась с кризисом и экономической неопределенностью после заявлений и действий президента США Дональда Трампа. По словам президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, необходимо поддерживать те страны, которые придерживаются принципа свободной торговли, соблюдения договоров и многосторонних решений. Его перуанский коллега Пабло Кучинский заявил, Мексика столкнулась с проблемами не по своей вине и нужно совместно расстраивать идеалы глобальной торговли, которые принесли странам много пользы. Напомним, в 2011 году Перу, Колумбия, Чили и Мексика образовали Тихоокеанский альянс. Его главная цель – устранить препятствия для торговли и ориентировать свои рынки на быстрорастущий азиатско-тихоокеанский регион. Раскритиковала действия США и новая министра экономики Германии Бригитта Циприс. В своей первой речи она отметила важность свободной торговли. По ее словам, строительство стен не может быть ответом на глобализацию. Также она подчеркнула, немецкая экономика сильно зависит от международного сотрудничества и доступа на иностранные рынки. Члены смешанных экипажей авиакомпании British Airways в начале февраля проведут шестидневную забастовку с требованием повысить зарплаты. Акция будет разбита на две части. Начнется она 5 февраля и продлится три дня. Потом протесты возобновятся 9 февраля еще на три дня. Как ожидается, в них примут участие около 3000 сотрудников, принятых на работу после 2010 года. Они требуют существенного роста оплаты труда, которые им обещали. Члены совместных экипажей указывают на то, что за последние 6 лет прибыль компании и топ-менеджмента существенно возросли. Японский борец Сумо принял участие в церемонии выхода на площадку на территории токийского храма Мэйдзи. Там собрались тысячи человек. Событие для страны знаменательное. Ютака Кисенасато – первый за 19 лет японец, который завоевал ранг Якодзуны, выше в Сумо. Помимо него, есть еще трое действующих Якодзун. Все они – выходцы из Монголии. Церемония началась около 3 часов дня. Однако зрители начали собираться с самого утра, чтобы занять место поближе и рассмотреть нового чемпиона. Последний раз Якодзуна японец был 19 лет назад. Так что просто отлично. Его выступление оказалось лучше, чем я представлял. Согласно правилам Сумо, ранг Якодзуны присуждается после победы на двух турнирах. Однако для Ютаки Кисенасато сделали исключение. Он победил лишь на одном турнире в январе этого года. До этого несколько лет подряд его четыре раза делали претендентом на продвижение Якодзуны. Но он каждый раз завершал турниры вторым. «Я впервые посетил подобное мероприятие. В храме Мэйдзи во время церемонии была очень священная атмосфера. Мне очень понравилось». Ран Якодзуны подразумевает, что борец на каждом турнире должен доминировать. Если он выступает безблизко, то обязан уйти в отставку или по собственной инициативе, или по решению специального комитета по выборам Якодзун. В последний раз звание Якодзуны присваивалось японцу в 1998 году. Тогда титул был удостоен Ваканахана Масару. В 2000-м он ушел в отставку. На сегодняшний день самым успешным Якодзуной считается монгол Хакуха Сё. Он рекордсмен по числу выигранных турниров. Их 37. Субтитры создавал DimaTorzok